По поводу рекомбинации, там написано, что влияет, а не ограничивает всё-таки рекомбинацию B-хромосомы? Нет, они влияют на А-хромосомы. Рекомбинация изучали влияние B-хромосом на рекомбинацию А-хромосомы. Да. И как они влияют? Ну и в ту и другую сторону, это отдельная работа, понимаете, там и так, и так есть, понимаете, и увеличивают, и уменьшают. И уменьшают. Да, да, да. Просто, а что такое B-хромосомы? B-хромосомы, это то, что не А-хромосомы. Что такое А-хромосомы в таком случае? Значит, ну, А-хромосомы, они всегда есть, вид, и они есть, понимаете? А у некоторых вот видов, у некоторых популяций, ну, не будем говорить исключения... У них нет гомологичных гомосомов? Нет, они бывают гомологичные, они гомологичные бывают, понимаете? Тут отдельная, прямо я мог бы рассказать дальше, там, такая история. Мы искали не гомологичные, чтобы выделить для ДНК, а она оказалась... В соматических клетках она была не гомологичная, а у нее же она оказалась парная, понимаете? И мы сели в лужу, а в соматической клетке ее не отличишь, понимаете, от других, у микросомосомы. Да, мы ее там вытащим и все, нет, парная. Можно вопрос, значит, а как Вы объясните тот факт, что на островах заливает... На одном из островов заливает Петра Великого и нет гомогичных громосомов? И на острове Сахарии нет гом Хромосомов? У пеницу. Надо изучать, понимаете, как там ледники... Вообще, скорее всего, у этого... Там не было ледников, там не было ледников. Вот-вот-вот, я про что и говорю. Нет, ну там ледники они были, но там рефугиум, из которого они пошли. Правильно, не было хромосомов. Не было там ледников. Хорошо. Значит, понимаете, то есть ситуация, историю, происходение и расселение. Вот это непонятно. Вы подозреваете, что их просто иногда не было, то есть не было потенциала возникновения этих хромосомов? Да. Но ведь есть работы, которые показывают, что в культуре у этих мышей сахалинов появляется хромосом? Да, да. Вид потенциальный, это вид потенциальный, имеет возможность иметь хромосомы. Вы сами знаете красавитных комичок черский, понимаете? Да. Там, понимаете, вот только у самцов есть хромосомы, и 50% клетка. И что я там считаю, что они просто вот диноза возникают, потенциально возникают, то есть вот популяции могут иметь возникнуть хромосомы даже в настоящее время. Понимаете? Вот. А там не было вот исторически, я не думаю, что про свои иллюминации. Тут два вопроса, или иллюминация, или возникновение. Скорее всего, там, как говорится, не возникли они возникли, понимаете? Но потенциально они могут возникнуть. Но надо какие-то там факторы, чтобы сработали. А в раскапанных пластинках из одной особи количество B-хромосом во всех пластинках одинаково, или оно может варьировать от ветки? Нет, конечно. Там это вот мозаики. Вот как раз дальневосточники это детально изучали, как там из Карталцева, Росли, диссертация посвящена мозаицизму B-хромосом. Ну, не у всех есть мозаицизму. Но у этого вот вида нашего микрохромосома, как раз по микрохромосом, они на более лобильные, и по ним есть очень сильный мозаицизм внутри пособи, популяции и так далее. Сергей Михайлович, исходя из многочисленных примеров в вашем докладе, можно сказать, что изменчивость по B-хромосома в осидадаптивный характер, так? Не так. Нет. Вариабельность, понимаете? Гигинамика. Вот мое мнение. Вот динамика, понимаете? Изменьшить популяции. Не то, что вот в этой популяции много, в этой мало. А вот что происходит в этой популяции со временем, понимаете? Вот это отражает, скорее всего, адаптивный смысл какой-то, понимаете? А то, что много-мало, там история, там все намешано, это сложно. А вот если пошла динамика, и какая-то вариабельность пошла более сильная или меньше, я это, скорее всего, скажу. Широко распространенный вид, там какая-то популяция находится рядом с адаптанной станцией, а другая там в чистой зоне. Вот у одной позиции б-хромосомы, а у другой не будет. Какая-то закономерность просветка. Да, значит, просто потенциальная возможность возникновения б-хромосом в реалекционном фоне увеличивается. Вот так. Понимаете? При структуре-хромосом она увеличивается. Сказали, обсуждая б-хромосомы, по крайней мере, части примеров, что б-хромосомы стабильно поддерживаются. И при этом вы же сказали, что б-хромосомы вредны. Получается, что стабильно поддерживается то, что вредно. Я извиняюсь, где тут тогда товарищ естественный отбор? А не электрика, а не электрика, она. А не электрика, она, да. Не все б-хромосомы, как мы говорили в современной контексте, некоторые пока существуют как паразитики. Понимаете? У других они могут переходить в другую стадию. Понимаете? Благоприятность способствует. Ну, вообще, ну, вы понимаете, вот мой близкий объект, восточно-азианская местная мысль, на нем не легче. Потому что там сложная популяционная система. И она действительно стабильно, даже как гекростоник копытного рейминга, поддерживается с года в год. На одном, одни и те же системы б-хромосом. Сотношение макро- и микро-б-хромосом. Понимаете? Ну, вот какие-то факты экстремальные могут вывести ее из равновесия и привести в другое состояние. Но это случается довольно резкая сложность. Понимаете? Вот. И ее поддержание этих популяций стабильных, понимаете, оно, как говорится, для чего-то надо. Вы в докладе ни разу не произнесли запретное, по-видимому, для вас слово ген. Как с генами-то обстоит? Ведь б-хромосомы из них должны состоять. Структурные ли это гены, белок кодирующие, регуляторные? Как с этим-то? Сейчас вот с этим как раз вот особенно активно в Новосибирске работает группа Графодатского, Трифонов и их ученики. И они на тех же лисицах, аминтовидной собаке, и там косули, нашли уникальные гены. Ну вот у лисицы там просто это про онкоген, понимаете? Такой ген, который большей части псевдоген, понимаете? Но есть надежда найти именно гены, которые должны работать. Вот на это сейчас есть надежда. Потому что раньше методически это было невозможно сделать, понимаете? Единственное, что вот тоже самые рибосомные гены, по нашим данным с Рубцовым, они, значит, при ФИФе выявляются, и при Серебрении выявляются, и показано это, что они активны, понимаете, эти рибосомные гены. Эти методики. На это идут ссылки тоже, понимаете? И есть перспективы сейчас найти нормальные гены в этих хромосомах.